...эволюционировали в физическом плане. Они стали самыми совершенными созданиями в истории Земли. Завропосейдон достигал 18 метров в высоту. Он возвышался над всем вокруг. Кецалькуатль — это летающая рептилия размером жирафа. А Тираннозаврек — самый мощный хищник, когда-либо обитавший на этой планете. Все эти характерные черты — результаты эволюции. Адаптации, происшедшей за несколько миллионов поколений. Но эволюция жестока и беспощадна. Особенно, когда дело касается самцов. Один за одним естественный половой отбор оставляет позади слабых и пугливых. Большинство самцов так и не спарятся с самками, поэтому, если ты самец, твоя главная задача — попасть в число тех избранных счастливчиков, которые передадут свои гены следующему поколению. Эволюция не терпит проигравших. Все получается только тогда, когда лучший набор генов передается следующему поколению. Таков закон джунглей. Вся слава достается победителю. Дарвин считал так. Существовала большая группа самок, которую контролировал один самец. Конечно, ему приходилось сражаться с другими самцами, но в награду он получал 20, 30, 40 самочек, а это немало. Счастливый самец может выиграть джекпот. Но не стоит исключать фатальных несчастных случаев. И если ты пытаешься управлять стаей, это может плохо кончиться, особенно для молодого самца. У самок свои заботы. Они должны подготовиться к рождению нового поколения. Поколение, которое должно стать немного лучше предыдущего. По окаменелостям видно, что динозаврам приходилось очень рано подготавливаться к спариванию. Что интересно, большинство динозавров приступало к процессу размножения еще в то время, когда они сами не полностью созрели. Говорит о том, что во времена динозавров жизнь ценилась довольно низко. Эти динозавры еще молоды, но у них много работы. Они должны постоянно поддерживать свое здоровье на должном уровне, хорошо питаться и пестовать свои еще не плодотворенные яйца. Во время взросления наступает такой период, когда эти крупные динозавры начинают заботиться не только о своем росте и здоровье, но и о процессе размножения. Независимо от того, плотоядны они или травоядны, им важны калории. Чтобы стать хорошей матерью, самкам необходимо потреблять много питательных веществ, а это значит больше молодых листочков и юной поросли. Или, если ты хищник, больше мяса. Без него не будет и яиц. Самкам приходилось активно запасаться ресурсами, протеином, жирами, кальцием. Все это хранилось в их телах, чтобы они могли сразу же после спаривания начать производить яйца. Благодаря гормонам, печень посылала в яичники дейтоплазму. Когда яйцеклетки оплодотворятся, дейтоплазма предоставит достаточно пищи для роста эмбрионов на целых три месяца. Будущая мама также нуждается в кальции для яичной скорлупы. Скорлупа яиц динозавров состояла из карбоната кальция, как у яиц современной птицы или как у яиц крокодила. Эта скорлупа защищает растущий эмбрион. Завра-посейдон, вес 50 тонн, травоядная, длина шеи 12 метров, высота плед 6,7 метра, длина 27,4 метра. Одна самка завра-посейдона в каждый сезон откладывает от 300 до 500 яиц. На это необходимо много кальция, минерала которого было не так много в растениях мелового периода. Так как же этому гиганту, существу, которому для выживания требуется 400 тысяч калорий в день, удавалось сохранять не только свой размер, но и запасать достаточно питательных веществ, чтобы размножаться? Для них было особенно важно, как следует питаться весной, ведь именно в это время в растениях больше всего протеина, который легче переварить. Большинство растений содержат небольшое количество кальция, поэтому необходимо было съедать как можно больше, сосредотачиваясь на питательных жирных растениях, бутонах, молодой поросли, молодых листьях, попытке добыть этот минерал и все необходимые для выращивания малышей питательные вещества. Благодаря неуемному аппетиту заурупосейдона в ее организме потихоньку накапливается кальций. Капля за каплей все это откладывается в ее костях, особенно в губчатом веществе кости. Губчатое вещество кости — это особое вещество, которое бывает только у самок в период овуляции. Оно необходимое для сбора кальция. Из карбоната кальция, хранящегося в этом веществе, во время овуляции самки производят яичную скорлупу. Губчатое вещество — это слой кости, который находится на поверхности костей ног. У него нет структурного предназначения. Это лишь мобильный склад для хранения кальция и других минералов, необходимых для создания яичной скорлупы. После попадания в губчатое вещество кости, кальций и минералы легко разбить на мелкие части и отправить туда, где они нужны. Вы видите, как то, что начинается с единой клетки, превращается в животное размером с кита, и все это должно происходить без каких-либо сбоев. Эволюция выбрала зауру Посейдона благодаря еще одной особенности — способности каждый год откладывать невероятное количество яиц. И каждый из этих яиц требует определенных затрат. После испаривания самка зауру Посейдона начинает выращивать внутри себя яйцо. Яйца очень дорогие, им требуются протеины жиры и кальций, а также кальций для костей эмбриона, кальций для скорлупы яйца. Одна самка зауру Посейдона способна отложить сотни яиц каждый сезон. Но большинство из них будут съедены еще до момента, когда на свет появятся малыши, а большинство малышей попадет в пасть голодным хищникам. Вот эволюция тиранозавра Рекса проходила совершенно иначе. Эти мощные хищники умны и хорошо вооружены. Они убийцы и падальщики. Самка, готовая передать свои гены, находится в поисках самца с гигантской пастью, мощной хваткой и полным ртом стальных зубов. Заура Посейдон травоядная. Эволюционная стратегия этого гиганта предполагает откладывание сотен яиц в надежде, что хоть парочка из них доживет до совершеннолетия. Чтобы создавать яйца и мрионы, им необходимо потреблять сотни растительных калорий. Тиранозавр Рекс — хищник. И чтобы производить яйца, ему также необходимы питательные вещества, кальций и протеин. Но эта самка набирает калории не из растений, она их получает, поедая кости. Кости травоядных. Тиранозавр был способен хорошо переваривать свою добычу. Из костного мозга он получал мясо, а также его питательные вещества. Он даже был способен переваривать некоторые кости. Существует доказательство того, что Тирекс получал кальций прямо из костей травоядных. У нас есть экскременты тиранозавра. Как и большинство современных животных, самцы динозавров сражались за право спаривания. Самки ищут санца, который докажет, что он сильнее, мощнее и чуть умнее соперника. Но иногда эволюция шла по иному пути и награждала весьма необычные особенные гены. В физическом плане рог паразауралов и совершенно бесполезен. Он пустой и хрупкий, всего 2,5 мм в толщину. Но он служил отличным рупором, который помогал в общении. С его помощью динозавр мог отправлять сложные сигналы, предупреждающие об опасности. Через тысячу поколений этот отросток стал длиннее, звук, который он издает глубже. Низкие частоты способны преодолевать огромные расстояния. Способность к общению становится эволюционным преимуществом. И вскоре самки желают спариваться лишь с ребятами, у которых отличные трусы, отличным охотникам. Вероятно, он даже умел прятаться, когда на него налетал Кецалькоатль в надежде его схватить. Иными словами, тебе не прожить так долго, если у тебя неудачные гены. Но эволюция заключается не только в спаривании. Она должна убедиться, что эти ценные яйца вылупятся, и детеныши вырастут. Доисторический мир мелового периода. Здесь правят невероятно гигантские, ужасные существа. Также встречаются весьма странные виды. Но каждый динозавр, независимо от его размеров, вылуплялся из яйца. И природе удалось создать самую невероятную историю эволюции этих яиц. Яйцо похоже на космическую капсулу. Там есть всё, что понадобится эмбрионам. Эволюция позаботилась и ещё кое о чём. Скорлупа яйца динозавра по строению похожа на мотоциклетный шлем. Она способна выдерживать сильные сотрясения. К тому же, для большей защиты существует альбумин. Или яичный белок. Яичный белок — это гель, у которого несколько функций. Первый — увлажнять развивающийся индивидуум. Он также поглощает вибрации, если яйцо подвернется встряске. Но ведь не хотим, чтобы эмбрион погиб от этого неожиданного шока. Столь хорошо сконструированное яйцо делает всё возможное, чтобы его жилец выжил. И когда малыш вырастет, он передаст этот набор генов, который спас его в первые недели жизни. Внутри этого крошечного дома быстро развивается одинокая оплодотворённая клетка. Эти клетки станут мириадами различных тканей, из которых появятся кости, кожа, нервы и органы. Делящиеся клетки также формируют мозг, органы чувств и оружие, необходимые для того, чтобы динозавр мог себя защитить. На этой стадии любые крошечные генетические отличия, изменения, которые могут повлиять лишь на один из миллиарда генов, составляют ту разницу между выжившим, вылупившимся малышом и тем, который погибнет, будет раздавлен или умрёт с голоду. Если бы мы могли наблюдать вылупление малыша Терекса, радость от этого была бы не меньше, чем от полёта в космос. Возможно, я бы заплатил чуть больше, чтобы побывать в космосе, чем увидеть маленького Терекса, но ненамного. Времена динозавров — это эра сложного биологического многообразия. Многообразие, которое доказывает, что эволюция создаёт не одно, а множество стратегий для выживания. Однако для одного создания эта стратегия кажется даже жестокой. На протяжении всей жизни самка Азоура Посидона откладывает тысячи яиц, и лишь двое из них доживут до взрослого возраста. Это говорит о том, что большинство её детёнышей погибнет или будут съедены хищниками. Знать, что почти все твоих отпрысков съедят хищники, это похоже на эволюционный кошмар. Но на самом деле всё совершенно иначе. Этот единственный выживший, один из трёх тысяч, может обладать генами, которые позволят ему незаметно сбежать, пока его братьев поедают. Или он может унаследовать генетическую комбинацию, которая позволит ему вырасти сильнее, больше и немного быстрее своих родителей. Зауры Посидона создают гнёзда, скорее всего, вырывают ямку с задней лапой, затем садятся, откладывают несколько яиц, пять или шесть, может, дюжину, накрывают их и просто уходят. И напрочь о них забывают. Многие месяцы яйца Зауры Посидона лежат одни и защищают и согревают лишь грязь и разлагающаяся растительность. Гнездо становится лакомой добычей для хищников. Я уверен, что множество гнёз Зауры Посидона хищники находили ещё до того, как малыши успевали вылупиться. И в то же время, когда всё против него, Зауропосидон бродил по Земле 15 миллионов лет. Это эволюционная история успеха. Но некоторые учёные считают, что они могли добиться большего. Если бы я создавал супер Зауропода, я бы сделал ему мозг побольше. Ведь это было бы незаменимым вложением. Мы говорим лишь о нескольких килограммах в животном, которые и так весят 40 или 50 тонн. Но если бы оно было умное, если бы могло лучше заботиться о своём потомстве, малыши были бы более изворотливыми. Оно бы могло бы меньше ресурсов тратить на размножение, а больше на увеличение своих размеров. Кстати, ещё больше. Когда ты и так весишь 50 тонн, кажется, невозможно. Но это не так. Если бы я хотел вырастить 200-тонного Зауропода, я бы начал, добавив ещё несколько килограммов мозга. Ни одно животное на суше так и не достигло 200 тонн. Но эволюция позволила динозаврам... Но затем пришла катастрофа с неба. Метеорит угодил в Землю. После того, как погибло множество динозавров, эти гигантские великолепные существа постепенно перестали существовать. Но всё не так, как кажется на первый взгляд. Может, динозавры ещё живут среди нас? Похоже, мы везде находим их следы. Зауропоседон мог поднять голову на 18-метровую высоту. Но это было возможно лишь потому, что кости и шеи были довольно лёгкими, почти на 85% пустыми. Шейные позвонки Зауропоседона в длину занимают полтора метра, но они почти сплошь состояли из воздуха. Тирекс достигал 7 тонн веса, он был размером с косатку. Но, как и у Зауропоседона, в его костях было полно пустот. Есть ещё одна примета. Лёгкие дейнониха, Тирекса и Зауропоседона были такими же, как и у тех живых созданий, которые нас окружают. Взгляните на респираторную систему. Она совершенно не похожа на систему млекопитающих. Она намного меньше, намного изящнее, как у птиц. Грациозные, парящие на ветру. Это одни из наиболее хорошо приспособленных и распространённых созданий, которые когда-либо населяли Землю. Птицы точно произошли от могучих динозавров. Все знают, что у птиц полые кости. Многие считают это для того, чтобы летать, но немногие знают, что птицы получили свои полые, наполненные воздухом кости, в наследство от их предкостей — динозавров. По всему миру птицы, как и динозавры, занимают свои ниши в разных климатических поясах. От тропических лесов до горы морских побережий. Страус является крупнейшей современной птицей. Он весит более 135 килограмм и достигает трёх метров высоту. Конечно, это ничто по сравнению с терринозавром Рексом и изооропосейдоном. Но биологический дизайн, который позволяет птицам взлетать в воздух и маневрировать в полёте, а также размножаться, явно происходит от динозавров. Генетические особенности, которые позволяли динозаврам вырастать до огромных размеров или выживать в мире жестоких убийц. Черты, усовершенствованные за 165 миллионов лет, вовсе не исчезли. Орудия, которые когда-то исправно служили динозаврам, обрели новые функции у современных птиц. Чтобы вырасти до невероятных размеров, динозаврам нужны были полые кости. Птицам они нужны, чтобы облегчить их вес. Чтобы продвигать воздух по их массивным глоткам, динозавры использовали воздушные мешки. Птицам они нужны, чтобы парить в воздухе как можно дольше. По многим показателям, разница между птицами и динозаврами заключается лишь в одном — в размерах. И есть верительство того, что у многих наземных динозавров было всё необходимое для полёта. Руки, кисти и идей на них работали так же, как крылья птицы. С помощью этих быстрых движений, идей на них мог с невероятной скоростью впивать когти в свою добычу. Птицам же эти движения позволяют взлетать с той же невероятной скоростью. Это ключ к полёту. Руки идей на них были сконструированы особым способом, сильно напоминающим крылья современных птиц. Они могли складывать руки или крылья, если вам будет угодно. Эта же особенность позволяет современным птицам летать. Крылья птиц в полёте — это пример удара когтём дей на ниха. Посмотрите на птиц в природе, как они размахивают крыльями вперёд-назад на работу суставов, на угол их сочленения. Их крылья явно напоминают лапы дей на ниха. Есть ещё одно доказательство, которое связывает птицы и динозавров. И вы вряд ли могли такое предположить. Это то, что учёные называют душка или грудная кость птицы. Сегодня такие кости встречаются только у птиц, однако в своё время такая же кость была у всех свирепых динозавров мелового периода. В итоге мы можем прийти к выводу, что могучий тираннозавр, хитрая идея на них, грациозные кецалькоаты, гигантский зауропосейдон, были лишь гигантскими птицами. Так что в следующий раз, когда вы сядете за стол и приготовитесь разделать рождественскую индейку, просто представьте, что бы сделали с вами её пра-пра-пра-пра-прародители?